Из решений данной проблемы — установка на танк инфракрасных электронно-оптических приборов ночного видения с подсветкой местности инфракрасным прожектором. Такие опыты проводились во многих странах в конце 30-х — начале 40-х годов XX века. Немецкие конструкторы разрабатывали такое решение для пушек ПАК-36-37, а затем и ПАК-40. Тогда же советские инженеры проводили испытания подобного устройства на танках БТ-7. Однако на доработки не хватило времени — началась Вторая мировая война. Впервые в мире серийные приборы ночного видения были установлены осенью 1944 года на немецкие танки ПЗ-5 «Пантера». Штатное устройство позволяло видеть цель на расстоянии до 400 метров. Однако и такое решение было успехом в данной области. В последующие годы проблему дальности видимости пытались решить установкой инфракрасного прожектора большей мощности на бронетранспортеры. Данная машина получила имя «Филин» и подсвечивала цели на расстоянии до полутора километров.